Татьяна Райская Главный врач – врач-эндокринолог Центра эндокринологии и метаболизма «Здраво». Специалист почти с 25-летним стажем работы. За спиной Татьяны Александровны Тюменский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», а также высшее профессиональное образование по специальности «Эндокринология». Мария Голубева – директор Центра «Здраво», кандидат экономических наук. Организацией бизнеса увлекается почти с детства, в чем была всегда поощряема мамой Татьяны Александровной. По словам тех, кто лично знаком с семьей, и Мария, и Татьяна Александровна – не просто отличные специалисты. Каждая из них обладает волевым характером и твердо идет к своей цели. Доброе утро, уважаемые участники! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро, замечательно! У нас такие хорошие виды, улыбаемся, я очень рада. Меня зовут Екатерина Космолова, тренинговый центр «Практикум». Приветствую вас здесь сегодня на нашем очередном деловом завтраке, который мы проводим практически регулярно, несмотря на снег и дождь. Неважно, каждую пятницу здесь встречаем вас, таких заинтересованных в личном развитии, я так думаю. В принципе, для поднятия настроения, ну и я думаю, что, конечно же, для встречи, обменоконтактами, ну и знакомства с экспертами, которых мы вам представляем здесь. Итак, хочу передать слово сегодня замечательным нашим спикерам очаровательным. Встречайте, пожалуйста, директором центра здраво Марии Голубевны и Татьяны Альчевны. Свой рецепт долголетия бизнеса мы нашли, он прост. Лечить так, как лечили бы себя. Я обращаюсь только в свою клинику, к тем врачам, которые у нас есть. Я им доверяю и абсолютно спокойно за качество услуг, когда я даю это людям. Для меня очень важно дать людям только то, что я дала бы себе. Поступать с другим так, как поступил бы с самим собой. Не скрываю, что косметологию в клинике я запустила прежде всего ради себя. Ну, косметология открыта, и у меня возник вопрос, как же с красивым личиком прожить подольше. Поэтому появляется тест активное долголетие. Меня стали интересовать вопросы старения. Как это происходит? Какие существуют научные исследования на эту тему сегодня? Как это можно предотвратить? Как можно продлить активную часть жизни? Ведь долголетие может быть разного качества. Можно быть обузой близким, малоподвижным стариком. А можно быть вполне живеньким, как европейские пенсионеры. Я предоставляю слово Татьяне Александровне, эндокринологу. Она расскажет о теориях старения и о многих интересных вещах. Ну, наверное, ещё мне эта тема и тем интересна, что я уже вступила на стезю, которая ведёт к старости. Старость — это время закономерного перехода человеческого тела от юности к созреванию. Очень важно, что отношение у каждой национальности к старости вообще разное. Где-то старость вообще не любят, где-то старость боготворят, где-то старость является проявлением мудрости и вообще всех лучших качеств, которые за жизнь накоплены. Но на сегодняшний день старость, то, что было в понимании первобытного человека, и та старость, которая у нас, она совершенно разная. Раньше в первобытном строе человек доживал максимум до 25 лет, потому что погибали молодые, борясь за кусок еды, которую отвоёвывали у дикой природы. В наше время продолжительность жизни растёт. У нас уже нет стрессовых таких ситуаций, когда мы должны выживать, убегать. Войн стало меньше, и это очень хорошее достижение. То есть мы можем жить дольше и можем жить качественнее. Жить-то всегда хорошо. Главное, жить хорошо, качественно. Потому что от качества именно всё и зависит. Когда возраст достиг определённого, можно просто ходить, можно ездить на коляске. Это будут два разных качества жизни. Сейчас Всемирная организация здравоохранения озаботилась проблемой активного долголетия, чтобы люди могли жить долго и могли приносить пользу. Потому что количество людей, то есть демографические показатели всех стран, не только России, идут к тому, что возраст людей пожилого возраста, количество, вернее, этих людей в каждой нации стало возрастать. Это не потому, что стареет нация, а потому, что стало возможным дожить до столь преклонного возраста. На сегодняшний день по результатам 2015 года Всемирная организация предоставила, они всегда немножко предоставляют с опозданием, самыми долгожительными являются жители Швейцарии. Средний возраст пенсионера мужского пола – это 80 лет. Пенсионерки 86 с половиной лет достигают. Причем это активные люди, многопутешествующие и ведущие активный образ жизни. Если вам доводилось бывать в весенний зимний сезон на южных курортах, там в основном находятся пенсионеры, но это пенсионеры не сургутские. Наши сургутские пенсионеры – это молодежь по сравнению с ними. И они активно играют в разные игры, типа пускают мячи на песке. И при этом не имеет значения, человек ходит своими ногами или колясочник. То есть я была удивлена, насколько они активны. На первом месте Швейцария, на втором месте по долгожительству стоит Австралия, и на третьем месте Испания. Вот в Испании я и подглядела, как акчейно старички проживают в своем старости. Там все для этого приспособлено. Они спокойно могут заехать в кафе, выпить чашечку кофе и дальше проехать, позаниматься возможными для них видами спорта. Всемирная организация здравоохранения в 2012 году предоставила новую классификацию возрастных групп. От 20 до 44 лет – это молодой возраст. Поэтому все, кто здесь присутствует, основное количество – люди молодого возраста. Меня радует, что вы уже задумываетесь о том, а как дальше активно жить. 44-60 лет – это люди среднего возраста. 60-75 – это пожилые люди. От 75 до 90 лет – это старческий возраст. А свыше 90 лет – это уже долгожительные. Как вы сейчас в средствах массовой информации читаете, что у нас недавно умерла долгожительница, которая прожила 124 года. И мужчина, который прожил, по-моему, если я не ошибаюсь, 127 лет. Он считался самым старым жителем Земли. Там первенство перешло теперь к следующему долгожителю. Вообще человеческий геном рассчитан на 150 лет. И если человек умирает раньше, то это смерть насильственная. То есть вследствие каких-либо факторов. На сегодняшний день существует два вида теорий, касаемых старости. В целом они сводятся одни, что старение запрограммировано, другие, что происходят изменения в организме, которые приводят к тому, что нарушается жизнедеятельность организма и идёт старение. Я пролистала много всяких теорий. Если рассказывать на научном языке, я думаю, что вам будет не совсем интересно. Я поэтому немножко упрощённо расскажу. Вот теория свободных радикалов. Её почти одновременно в конце прошлого века, ну, ближе к середине, выдвинули два исследователя, Харман и Эммануэль. Она объясняет не только свободный механизм старения, но ещё и широкий круг связанных с этим патологических проблем. То есть здесь идёт ощущение, что исследование, вернее, на уровне метахондрии. Метахондрия в организме является тем элементом, где происходит дыхание клепты. То есть получение кислорода и энергии. Аденозин-3-фосфата. То есть та энергия, с помощью которой мы двигаемся, это вырабатывается в метахондрии. Если этот процесс ускоряется или затормаживается, это приводит к значительным отклонениям в организме. В условиях стресса происходит накопление свободных радикалов. Свободные радикалы – это как освободившийся элемент, и он может воровать электронных клеток. Это ведёт к нарушению. Раньше считали, что с помощью увеличения количества свободных радикалов можно продлить себе жизнь. Оказывается, и нет. Оказывается, что наличие большого количества свободных радикалов может привести к гибели метахондрии. Существуют антиоксиданты природные, которые нам помогают избежать большого накопления свободных радикалов. Это витамины А, Е, С. Сразу хочу сказать, что увлечение чрезмерное свободными антиоксидантами тоже нехорошо, потому что может привести к патологическим изменениям. Весь мир крутится вокруг ценностей и чувства меры, поэтому меру нужно знать во всём. Лучше, правильнее составлять своё питание. Избыток всегда плох. У меня была ситуация, когда пациентке посоветовали попринимать биодобавки, которые содержали кальций. Она так переусердствовала, что получились проблемы со здоровьем очень существенные, что пришлось привлекать к госпитализации. Это, казалось бы, безобидное совершенно следство, которое к лекарству не относится. Но всё это очень важно. С теорией свободных радикалов сейчас можно вот с этой теорией как заниматься самим, если вы будете употреблять продукты, фрукты, овощи, и пить зелёный, чёрный чай, но относительно вымеренных количеств. Старение — это ошибка. Это нарушение, когда происходит поломка в репликации ДНК, то есть построение новых пептидов, молекул, нарушилось вследствие воздействия какого-либо внешнего фактора либо внутреннего фактора. Теорий много, и они как бы сходятся все в одном, что воздействие извне вызывает нарушение репликации ДНК и может даже вызывать сшивание. Сперва это как одна теория была, которую предположил американский физик Циллард. Потом, впоследствии, это получило несколько направлений, и уже есть, что воздействие, внешних воздействий, допустим, как у нас теория воздействия радиоактивного излучения вызывает изменение синтеза ДНК, а есть, когда нарушение этого синтеза происходит изнутри. Нарушение именно внутренних процессов. Примером таких изменений может служить, например, образование теросклеротических бляшек или образование бета-амилоида в нервной ткани, которая приводит к болезни Альцгеймера. Это тоже удел пожилого возраста, но их тоже можно предупреждать, если вовремя знать о том, что есть клонность к этим проблемам, и предотвратить. Теория апоптоза. Академик Скулачев ищет сейчас такие возможности, когда клетка запрограммирована на то, что, достигнув определенного возраста, она может самоликвидироваться. И его задача, всех его работ он сейчас ведет исследования и ведет апробацию препарата, который будет препятствовать изменениям, которые образуются в результате старения. Еще есть теория соматических мутаций. Там происходит целостность ДНК, нарушается целым рядом нарушений в организме метаболических процессов. Бактериальная интоксикация, это выдвинул Мечников в конце прошлого века. Он предположил, что старость происходит из-за того, что организм набирает много вирусных, бактериальных токсинов и вследствие этого начинает хуже работать. Есть еще теория, которая определяется как биологические часы. Например, в природе это можно отследить на рыбках. Лосось идет на нерест, и когда он выметал свое потомство, у них происходит очень быстрое угасание и очень быстрая гибель организма. Это природы установленные механизмы, которые они избежать не могут. Но оказывается, в некоторых случаях это получается избежать. То есть остановить эти часы, задержать их, не остановить. Остановить ни разу, никто не остановился совершенно, чтобы совсем не умер. Никто не прожил до сих пор с того времени, как жизнь на планете началась. А вот задержать и продлить долголетие – это можно. Очень интересная теория старения, как программы. Вот в этом случае уже тоже пытаются воздействовать на геном. Но это еще тема, которая будет развиваться в будущем. То есть каждый день новые какие-то теории или до разработки предыдущих, они у нас происходят. Что хочется сказать? Теломерная теория, вы ее, наверное, слышали, что на кончиках наших хромосом существуют места, где происходит репликация следующих молекул. И здесь существуют праймеры, вот эти окончания на теломерах. Когда происходит репликация, они уходят, то есть отсекаются. И теломеры укорачиваются. Они имеют способность делиться только определенное количество раз. К бесконечному делению у нас предрасположены только споловые клетки и половые клетки. А остальные клетки в организме имеют ограниченное количество теломер. И еще первый исследователь выдвинул теорию, что существуют здесь какие-то ферменты, которые способствуют этому процессу. И чуть позже было выяснено, что да, действительно, есть такое вещество теломераза. И вот как раз теломераза присутствует в половых и стволовых клетках, поэтому способствует повторению. И теломеры как бы восстанавливаются, то есть способны долго делиться. Казалось бы, самая простая была тема – это получить, чтобы они у нас могли все работать, удлиняться. Но у нас существуют такие процессы в организме, как рак. И тогда способность теломеров размножаться и делиться – это будет не на пользу организму. Поэтому у нашего организма очень мудро все устроено, что гомеосказ поддерживается самим организмом. Он знает, каким клеточкам делиться, каким клеточкам не делиться. Поэтому наша задача – иметь то, что мы имеем от природы, но у каждого свой набор. То есть чем мне вот все это нравится, что сейчас стало возможным определить мутацию у каждого человека, определить нахождение генов каждого человека, потому что это позволяет индивидуально подойти к каждому индивиду, то есть к организму. Общий подход, когда вот эта таблетка всем дается от головы, у одного голова болит от того, что зажата шейная артерия, у второго от того, что давление высокое, а у третьего в результате избытка тех эффекторных гормонов, которые он выделил из-за того, что понервничал. То есть этиология головной боли разная, лекарство в каждом случае должно быть разным. А у нас все любят таблетку от головной боли. Еще все любят таблетку от лишнего веса, которую сегодня бы выпил, завтра бы устал и был бы уже стройненьким. А еще все хотят сегодня выпить молодильные таблетки, завтра быть молодыми и на всю жизнь такими остаться. Таких таблеток, которые бы могли бы сегодня быть принятыми и завтра принесли на всю жизнь исцеление, таких в природе не существует. И я всегда говорю, когда я вижу человека, который активно и после 45 лет красиво выглядит, и хорошо держится, и активен, бегает, то я сразу же вижу, какой за этим кроется труд. Потому что всем до 25 лет природой дано все хорошо. А вот чтобы потом себя держать и быть активным, быть в силе, быть выносливым, быть в интеллектуальном плане активным, это нужно заботиться о себе, это нужно развивать. Генетический тест активное долголетие, он как раз позволяет по каждому человеку определить его набор жизненных правил, которые нужны именно этому человеку. Потому что то, что есть у меня, не факт, что будет у вас или у вас или у вас. То есть мы все родились от разных родителей. Хотя говорят, что прародители были Адам и Ева, но особенности мы все приобрели много своих. Проверяются длина теломер и ваши шансы к долгожительству. Это как раз в ногу с теорией про долголетие, про теломеры. Риск атеросклероза – это как раз накопление, склонность именно вашего организма к накоплению продуктов метаболизма, которые не являются благоприятными с возрастом. Риск гипертонии – это тоже нарушение эластичности стеночек сосудов. Это как раз когда свободные радикалы накапливаются. И еще риск гипертонии я бы обязательно соединила с риском сахарного диабета. Потому что когда уровень глюкозы в организме не такой, какой должен быть, слегка повышен или чаще бывает повышен, выше идеальных уровней, он способствует тому, что идет прошивание молекул РНК, которые построены в ногах, и нарушается эластичность клеток, в том числе клеток, которые сосуды. То есть эта теория, она как бы взаимосвязана. Риск остеопороза. Какие люди пожилого возраста? Хрупкие, стеклянные, можно сказать. А вследствие чего? А еще какая у них осанка? Это имеют вид фигуры тканей, которые в шахматы играют. То есть осанка нарушается, шея ушла вперед, как будто что-то по дороге ищут. А походка в шахматы еще, потому что там нарушается проводимость нервных тканей, и эти проблемы есть. Люди становятся неловкими, косточки становятся хрупкими, и при малейшей нагрузке повернулся, спустился вот просто со ступеньки, может случиться перелом. Но страшен не этот перелом, страшен перелом шейки бедра, который развивается у пожилых очень людей, потому что он больше всего дает инвалидизации людям пожилого возраста, но еще и дает высокую смертность. То есть летальность от того, что сломали шейку бедра, очень высока. При первой попытке встать с кровати, когда был длительно иммобилизован, может закончиться для больного окончательно умереть. Но вот эти риски, вот все, что здесь уже я произнесла, и что мы будем произносить, на них есть возможность воздействовать. Что касается остеопороза. К нему предрасположены больше лица европейской национальности, с узенькой косточкой, и люди, у кого голубые глаза. Это, как правило, хрупкие, имеют такое устроение. И когда начинается угасание половых гормонов, которые нам немножко помогают утрамбовывать наши косточки, то хрупкость наступает у таких людей гораздо быстрее, чем у лиц, которые более коренастенькую фигуру имеют и более тяжелую костную массу с молодости. Поэтому в профилактике остеопороза я часто говорю, человек живет, пока движется, пока можем, ходим. Потому что построение новых клеточек в кости, оно происходит, когда идет нагрузка на косточку. Риск возрастных нарушений памяти. Здесь я говорила уже о том, что у нас со временем образуется нехороший белок, бета-миноний. И он способствует возникновению болезни Альцгеймера. Вот этот риск как раз здесь можно отследить. Особенно это необходимо посмотреть тем, у кого уже в родне прослеживается, что в каком-то поколении были лица, которые к старости страдали деменцией, не узнавая никого вокруг. То есть все это очень серьезно, потому что близкие тех людей, которые ухаживают за вот такими неадекватными людьми, им можно только посочувствовать. Риск потери мышечной массы. Сейчас я потом глазам вернусь. Саркопения. Я первый раз, когда этот термин услышала, не могла понять, что обозначают. Потом до меня дошло. Сарка – это мышцы, пения – потеря. Саркопения – потеря мышечной ткани. С возрастом человек, если не занимается физическими нагрузками, и в силу возрастных изменений, усвоение белка у лиц после 45 лет уже идет медленнее. И необходимо употребить большее количество белка и другого немножко качества. То есть соотношение белков животного происхождения и белков растительного происхождения там приходится градуировать. Поэтому они теряют мышечную массу. Как вы видели, что в молодости были, допустим, там такие спортивные мужчины, а дальше идут на них брючки, которые в молодости были на талии держатся, а там как карандаш в стакане брючки болтаются, потому что мышцы потерялись. Риск возрастов зависимых заболеваний глаз. Какие вы уже слышали? Наверняка слышали, что кто-то из родственников, из знакомых ездил оперировать катаракт. Старческая катаракта – это тоже очень серьезно. Кроме старческой катаракты бывает дистрофия, макулая дистрофия. То есть у нас способность воспринимать изображение очень сильно меняется. Еще возрастов зависимое заболевание глаз – это когда вы раньше видели хорошо, рук хватало, а потом, чтобы прочитать текст, рук становится мало. То есть длина рук уже не достает для того, чтобы могли прочистить текст без очков. И для этого необходимо уже очистить текст. Но с селфи-палкой можно кидать. Сейчас говорю, все развивается, все идет вперед. Риск венозных тромбозов. Вот когда у нас нарушение идет эластичности сосуда, и идет нарушение состава крови, то двигаться она начинает плохо, и возрастает риск тромбоза. Я так привожу всегда пример. Вот мои пациенты с сахарным диабетом. Все хорошо, если сахар в крови нормальный. А если сахар ненормальный, то у нас уже вместо крови с хорошими реологическими свойствами, то есть с текучестью, получается, что по сосудам текет кисель сладенький. Скорость передвижения какая будет замедленная. А если к этому, да плюс еще присоединился высокий уровень холестерина крови. И у нас уже по венкам и артериям течет не кровь, а густой, сладкий, жирный кисель. И в результате происходит что? И венозные тромбы у нас возможны, и запустевание артериум и вену. То есть мелкие сосудики страдают первыми. А потом происходит нарушение уже в более крупных сосудах. То есть страдают уже сосуды сердца, сосуды почек, сосуды шеи. Поэтому к старости часто люди начинают кто-то трясти головой. Это нарушение проводимости по сосудам шеи. Там есть у нас такие наружные внутренние сонные артерии и вены, которые очень важны. А расскажите, что это значит резко? Почему молодым девушкам надо знать свой риск и раку? Это отдельная тема, почему молодым девушкам надо знать. Употребление контрацептивных препаратов способствует тому, что риск тромбозов может увеличиваться. Но это актуально только для тех людей, у кого есть наследственная мутация, которая может привести к образованию тромбозов. То есть изначально у нас все данные могут быть одинаковые риски. Но если у человека есть наследственная обусловленность этого, то она быстрее реализуется, чем у того, кто этой проблемы не имеет. Чтобы активно не стареть дальше, я назначаю препараты, которые продлевают женскую красоту. При их назначении я обязательно прошу сдать анализы на риск мутаций, связанных со свертыванием крови, чтобы мы не получили результат какой-нибудь инсульт или инфаркт. Нам это не надо. То есть еще на стадии до назначения мы проходим обследование. Мы говорили про свободные радикалы, но я как-то не сказала вам, что есть воспалительные медиаторы в организме, которые тоже с возрастом усиливаются. У нас с возрастом усиливается как бы и обратная связь с головным мозгом, то есть нейроэндокринная регуляция начинает работать быстрее в силе. Но это не значит, что это очень хорошо. Это приводит к тому, что возникают нарушения этой обратной связи, например, как отключение репродуктивной функции. Нарушается регуляция надпочечниковых стрессовых реакций. Там тоже может не отключиться, а может создаться приспосылка к гипертонической болезни, но уже которая обеспечена именно возрастом. Риск бронхиарной астмы у человека, который накопил большое количество тоже измененных реакций в организме воспалительных и как бы аллергенов, это тоже может привести к развитию к гипертонической астмы. Риск ранней менопаузы у женщин. Сейчас, раньше я такого не встречала, что стали молодые менопаузальные женщины. Самая молодая менопаузальная женщина ко мне пришла в 22 года. Я когда увидела уровень ее гормонов, я подумала, что это какая-то ошибка природы или анализа. Но когда ее обследовали и проверили по УЗИ, фолликулов, яичников нет. То есть у нее было позднее начало менструации в 18 лет и фактически в 22 года она ее закончила. Продление женского здоровья мы ей организуем. Но я сразу объяснила, что беременность у нее возможно только не самостоятельно, а в случае, если будет донорская яйцеклетка. Своих детей, своих яйцеклеток у нее уже больше нет. Чем обусловлено вот такое отсутствие фолликулярного аппарата? Он обычно дается нам на долгие годы, и там большое количество фолликулов. Я думаю, что воздействие неблагоприятных внешних факторов. Все помните, что какие события в нашей стране были. Чернобыль был, Челябинск был, Томская трагедия была. То есть вот все эти выбросы, экологические неприятности, они могут сказываться на нашей функции. Ранняя импотенция у мужчин, здесь не только ранняя импотенция, здесь также гипогонодизм, то есть снижение выработки половых гормонов. И сколько сейчас бесплодных пар. То есть это и проблема старения, но это и не проблема старения. Это проблема сейчас становится общемировой даже, можно сказать. Потому что раньше нормально считалось количество сперматозоидов, спермограммы, чтобы было не меньше 80 миллионов, то сейчас европейские показатели уже до 20 миллионов, и этого вполне хватит, чтобы состоялось оплодотворение цикле. То есть генофонд у нас тоже падает. Чем это обусловлено? Ну, я скажу, что наша молодежь, в отличие от той, которая была в наше время, у нас уроки сделала, быстренько на улицу гулять. Сейчас что делается? В гаджетах все засели. В школе сидят, дома сидят. На базу отдыха приехали и там сели. Всем интересно, все заняты, все при делах. На пляже приехали, загорают. Вы думаете, в море купаются? В море единицы в основном. С гаджетами лежат и занимаются, смотрят то, что на нас. И еще у мужчины органы вынесены изнутри организма наружу, чтобы не было перегревания, не было переохлаждения. То есть очень нежный орган, который надо хранить. А у нас получается сиденье с подогревом в машинах, кожаные кресла. Все происходит очень здорово и очень хорошо. Поэтому у нас проблемы как у женщин, так и у мужчин. Сейчас в плане того, что мы стали раньше стареть. Скажите, а можно вопрос к мужчине к этой теме? Мы все знаем, что женщины, они свои гормоны знают, что там он зависит гормонально очень. Мужчины-то есть гормонально. То есть есть ли у них такие гормоны, которые нужно сдавать, проверять, а которые, допустим, они становятся раздражительными? Я тогда вам скажу такое. У меня бывают, как? Я доктор, мне можно доверить сердечные тайны. Приходит женщина, хочет похудеть. Я говорю, а что такое? Да у меня муж загулял. Я говорю, да. Да. Я говорю, дома часто не бывают? Да нет, он в другой комнате спит. Как думаете, гуляет? Да он от нее сбегает. Я объясняю, что, миленькая, вот я вам назначаю обследование, а мужа за руку и тоже идете сдавать анализы. Холестерин проверить, то, то, то. И заодно тестостерон проверим. Потому что он стал уставать, он у вас чаще лежит, но да, приходит с работы на диван и телевизор. Где же он загулял? Ему, говорю, живется очень плохо и тяжело. И действительно, в ряде случаев, когда проверяем, получается, что здесь произошло у мужчины снижение уровня тестостерона, которое обеспечено тем, что он набрал немножко массу тела, больше той, которую положено ему иметь. И вследствие этого явилось понижение уровня тестостерона. Вовремя назначенное адекватное лечение возвращают мужчину в семью. Когда приходит женщина и мне говорит, спасибо, что мужа вернули, я говорю, простите, я его не забирала. Поэтому у мужчин обязательно, когда здесь ситуация просто складывается как? Мужчины сильный пол, они все про себя знают, они всегда все знают и просто падают и умирают на ходу. Вот чтобы этого не происходило, вот эти как дополнительная диспансеризация, была-то когда-то задумана с хорошим смыслом, чтобы можно было посмотреть, предупредить и сохранить здоровье. Но получается, что когда идем на дополнительную диспансеризацию, там идет обследование, это, это и вот это. То есть те показатели, по которым посмотрели, кардиограмму сейчас сняли, глянули, а он вышел из кабинета, там кардиограмма была хорошая, пока по дороге шел домой, чуть не наехала машина, он понервничал, упал, инфаркт и умер. То есть мы его там зафиксировали, что он был здоровый. Кардиограмма хорошая, анализы все замечательные, он стал и умер. То есть вот такие показатели, когда посмотреть три всего лишь фактора и определить здоровь, не здоровь, нет. Есть провокационные анализы, то есть если вас беспокоит мужское здоровье, берем его просто за руку, приводим и обследуем. Что обязательно нужно? Если это возраст уже за 45, я предлагаю всем без исключения, доктор Неврот мне тоже скажет, что солидарно в этом со мной, пройти обязательно либо ТКДГ, но лучше ЦДК, ВЦС. Это ультразвуковое исследование сосудов шеи. Это самое доступное место, где можно посмотреть сосуды вживую. И если здесь уже идет образование теросклеротических бляшек, и они заполнили просвет больше, чем на 40%, да это сигнал СОС, мы терпим бедствие, нужно уже бежать, нужно уже лечиться, потому что это уже нехорошо. А лучше в 45 лет прийти, где-то в 40-45, и сделать это исследование на той стадии, когда у вас сосудики эластичные, никаких бляшек нет, и утолщение стеночки сосудов, интим и медиа нет. И разработать план питания, план приема каких-то препаратов, для того, чтобы этот процесс образования теросклеротических бляшек затормозить, предотвратить, и отодвинуть далеко-далеко старость. И также вовремя заметить, вот женщинам я тоже в возрасте 45 до 50, предлагаю раз в год проверять, когда мы придем к тому состоянию, которое называется теременопауза, то есть изменения, которые уже есть, но вы их еще по самочувствию не почувствовали, то есть нет нарушений менструальной функции, но изменения в организме уже происходят. Пусть она ползет. Пусть на цветочек посидит. И вот эти изменения, они уже происходят. И по содержанию гормонов я уже вижу, на какой мы находимся позиции. И вообще женщины от 40 до 50 лет должны активно менструировать. У нас активно менструируют, ну, наверное, процентов 60. А некоторые приходят, и я с сожалением узнаю, что в 38 закончилась менструальная функция, и это было воспринято врачом-гинекологом как вариант нормы. Да там надо делать что-то. Как так можно сказать, что в 38 прекратилась менструальная функция, и это норма? Женщина же стареет, и все вот эти статческие изменения, которые происходят, и склонность к остеопорозу, и все прочее, это начинает цвести бурным цветом. Такая женщина стареет гораздо быстрее. И точно так же мужчины, они дряхлеют. Как только талия не спортилась очень сильно, там выработка тестостерона явно нарушается. И дальше идет тоже прогрессивное старение. Поэтому профилактическое обследование, профилактическое лечение должно быть начато в возрасте 40-45 лет. Очень редко кто до 45 лет абсолютно сохранен вообще во всех смыслах и во всех позициях. Но я таких очень рада видеть, когда такие случаи случаются. Я говорю, вы входите в редкостное исключение, потому что чаще всего уже какие-то возрастные отклонения появляются. Ну и что хочется сказать? Хочется сказать, что возможно, учитывая, какими темпами вперед идет наука, возможно, мы когда-нибудь откроем вот такой магазинчик. товары для бессмертия. Что туда хочется сложить? Кто дольше живут? Оптимисты или пессимисты? Оптимисты. Поэтому позитивное настроение включают. Сон полноценный. Кто не досыпает, все чего-то мало. Физкультура обязательно будет продаваться. Потому что без физкультуры даже не о чем говорить. Когда начинаю говорить о том, что у вас не происходит снижение веса, вы ведете неактивный образ жизни. А я не успеваю. Я говорю, конечно. Ко мне приехали на машине, за рулем? За рулем. Дальше сейчас от меня выйдет. Сядете в машину? Да. Выйдете вечером? Да. Доберетесь до столовой, покушаете, а дальше поедете. Хотя бы тренажер дома поставили. Очень важно соблюдать умеренность еде. Вот в природе, там проводились опыты, вот как раз при исследовании всех этих теорий, пытались там усиленное питание, пониженное питание, повышенное количество белков, пониженное количество белков. И выяснилось, что голодание больше способствует продолжительности жизни у некоторых видов насекомых, животных. У человека совсем голодание, сказать, что способствовало долголетию, тоже не скажешь, потому что там возникают немножко другие проблемы со здоровьем, которые обеспечиваются дефицитом витаминов и белков. То есть там патологический процесс. И сказать, что от этого все были бы счастливы и долго жили, такого тоже не было. Но блокадники Ленинграда, выжившие, я сама двоих лично знаю, одна была доктор у нас, она работала до 87 лет. Сохранный абсолютный интеллект и физически была очень подвижна. Единственное, что оставалось в кабинете ночевать, когда было 43 градуса мороза. Я один раз удивилась, я говорю, нет, это мой тень, не могу дышать тяжело. Средиземноморская диета на сегодняшний день признана самой лучшей для долгой жизни. Что туда входит? Употребление растительных масел, например, оливкового, это 4 год с их день. Низкое потребление красных сортов мяса, низкое, то есть 2 раза в неделю. Большое потребление свежей белого мяса, это курица, это у нас индейка, крольчатинка, свежее, это только выловлено. То есть Ваня в Пескодырию зашла купить рыбки, думаю, о, вот это чуть подороже, это чуть подешевле, мы же русский менталитет, думаю, возьму эту, зачем платить дороже? А мне говорят, но-но, она уже 2 часа лежит. Я чуть не расплакалась, думаю, а вы вообще знаете, сколько у нас рыбок? Поэтому у них средиземноморская диета, да, это свежая рыба, а наша рыба, которая вымороженная, неизвестно, когда выловлена, но немножко другое. Свежие овощи и фрукты, даже те, которые к нам приходят, даже те, которые выращены в условиях искусственных, то есть в теплице, это все равно польза, это тот балласт, это та клетчатка, которая нашему организму необходима, для того, чтобы он мог вывести наружу накопленные метаболические, ненужные вещества и токсины. Поэтому клетчатку есть, даже привезенную к нам, даже ту, которую считаем, что там чуть ли не нитрит и нитраты. Ну, за все приходится платить. Вот живем здесь, в этих экстремальных условиях, и питаемся экстремально, живем экстремально, у нас везде экстрим. Мы немножко отличаемся от тех, которые живут на юге, потому что у нас, когда идешь по городу, в основном у всех угрюмые и свирепые отражения лица. Еще только утром встали, из дома вышли, и уже идут, смотрят, улыбаются только ребятишки. Погода дождливая, бегу на работу, в поликлинику, настроение такое, серенькое, как погода, зонтик у меня над головой, вдруг слышал, какое небо синее, какое все зеленое, какое все красивое. Малыш с мамой бегут в детскую поликлинику. Думаю, правда, все зеленое. Ну, небо не синее, оно такое свинцовое, но все равно хорошо уже. А голосок этот вот поющий, сразу понимаешь, что он вообще-то радуется, что даже дождь в природе идет, и то это радость, а мы хмурые бежим, дождь идет. Ну вот, поэтому восприятие всего, что происходит вокруг нас, у нас индивидуально. Набор генов у нас у всех индивидуальный. Можно еще? Да. Поэтому составление плана индивидуальным. Вот скажите вот... То, что подходит одному, не подходит другому. Вот противоречие такое, едим мы свежую рыбу, живем на море, это солнце, то есть мы стареем быстрее, получается, если мы живем на юге, на солнце? Вообще относительно, если чисто внешних проявлений и того, что мы на солнце, там, да, там скорость метаболических реакций ускорена. И если взять ровесницу там и нашу, то есть вот я со своей ровесницей, если стану с южанкой, у нас будет лет 10 разница. Почему? А куда вы посоветовали нашу? С американкой. А с американкой в другую сторону, потому что у них, они на фитнесе помешаны, на правильном питании не очень помешаны, но очень хорошо следят за... Американки? Американки. Ну, не все. Те, которые большие есть, нет, у них есть фитнес, няшки такие. У них есть бабуськи, вы ни разу не видели, есть такой... Она тренером работает, она была домохозяйкой, забыла ее имя, фамилию. Она сделала саму себя. Джейн Фонд? Нет. Джейн Фонд – это одна из них, а вторая, 86 лет на фотографии, у нее тело вообще молодое, только лицо говорит о ее возрасте. То есть, когда человек занимается физкультурой, то выглядит намного моложе, чем свежее. А куда вы были, как бы, на паре, допустим, уезжают в север, да, в северную большую часть. Куда бы вы рекомендовали, в какую зону? Вопрос, в каком возрасте переезжаете. А вот 50 лет переезжать будет уже сложно. А сколько вы рекомендуете? Адаптивные возможности хороши у нас и быстро приспосабливаются, и организм без последствий. Это до 45 лет. После 45 лет переезд с резкой переменной климата будет для организма очень сложен. Адаптивные возможности ниже. А вот и стать. Но если вы родом из южных мест, то есть генетика ваша была заложена вот на тот метаболизм, а потом вынуждены были с родителями приехать на север, здесь жили, приспособились, то возвращение к своим истокам для вас губительно не так будет, как тем, кто родился и вырос на севере, а потом решили резко переехать на юг. Тяжелее это будет. Ну а в таком случае, почему получается, когда приезжаешь на юг, чувствуешь себя лучше? Там и не выспишься, и там, извиняюсь, спиртных лепитков. А вы там работаете? Первый вопрос. Вы там работаете? Вы там работаете? Посадить здесь, освободить на неделе, две на три, вы тоже будете намного себя лучше чувствовать. Даже если где-то протусили, а потом выспались днём, всё восстановилось, компенсировалось. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ